Инвесторы продолжают оценивать перспективы изменения денежно-кредитной политики американского Центробанка. Вчерашняя речь главы ФРС никакой ясности в этот вопрос не внесла, отчего участники рынка надеются получить определенные намеки уже в сегодняшней речи Джерома Пауэлла. Доллар на этом фоне застрял в боковике. При этом вчера вечером было отмечено резкое снижение доходности американских государственных облигаций. Судя по тому, что доходность десятилетних бумаг сократилась с 4,610% до 4,519% до самого низкого уровня с 27 сентября. Инвесторы исходят не только из того, что больше никаких повышений процентных ставок не будет, но и что в ближайшее время ФРС начнет их снижение. И, судя по всему, сегодня влияние долгового рынка сохранится. Тем более, что готовится очередной аукцион, где будут размещаться 30-летние облигации, имеющие гораздо большее значение. И их доходность тоже может заметно снизиться. А вот публикация данных по числу заявок на пособие по безработице в США, кажется, мало на что повлияет. Ведь число первичных обращений может вырасти всего лишь на 3 тысячи. Число же повторных обращений должно увеличиться только на 4 тысячи. Изменения крайне несущественны, и они не способны повлиять на рынок, если, конечно же, прогнозы подтвердятся. С другой стороны Атлантики неожиданно представители монетарной власти проявили себя по ястребиному. Так один из управляющих Европейского центрального банка Роберт Хольцман подчеркнул необходимость продолжать следить за потребительской инфляцией в регионе и готов настаивать на дальнейшем подъеме ставки. Напомню, в прошлом месяце Центробанк Еврозоны оставил ставки неизменными, но уже такая озвученная риторика несколько подстегнула интерес инвесторов к происходящему в Европе. Евро по отношению к доллару США локально проявила восходящий настрой, что привело к обратному ходу выше отметки 1,0700. В данном случае наблюдается восстановление курса евро примерно наполовину относительно недавнего спада. Однако радикальных изменений все еще не наблюдается. В качестве контрольных значений служат уровни 1,0650 и 1,0750. Удержание цены за пределами одного из уровней вполне может указать на последующий ценовой ход, при котором возможны спекулятивные скачки. Фунт по отношению к доллару частично восстановил позиции относительно недавнего спада, вследствие чего котировка вернулось выше отметки 1,2270. При этом общий нисходящий настрой сохраняется на рынке. Для последующего витка снижения курса фунта стерлингов необходимо стабилизация цены ниже уровня 1,2270. В этом случае возможны движения по направлению 1,2200. Что касается восходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в том случае, если район уровня 1,2270 будет отыгран в качестве опоры, а котировка поднимется выше отметки 1,2300. А на этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Вы смотрели новость на информационном канале группы компании ИнстаФорекс. И с вами была я, Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок и жду вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. Я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на североамериканском континенте. До встречи!